Перед вами команда, которая ставит цель и идёт к ней, по-другому и не скажешь. Ведь когда у социального педагога Инны Беринчик появилась идея создания платформы «Помощь Брест», студенты третьего курса физико-математического факультета не только поддержали её, но и вложили все знания и умения, чтобы воплотить в реальность. Давно у меня была такая идея создать единую платформу, куда люди могли бы обратиться для оказания помощи. То есть в одном приложении мы собрали много организаций, семей, которые нуждаются в помощи. И любой желающий может скачать приложение на плей-маркете и посмотреть, кто в какой помощи нуждается и помочь. Воплотить идею в жизнь помогли студенты физики-математики. У программы лаконичный интерфейс и понятный функционал. В каждом из пяти разделов, таких, например, как помощь нуждающимся, помощь животным или сбор средств, есть контакты, а также реквизиты организаций. Чтобы разобраться, мне потребовалась, ну, может быть, неделя, примерно так, на скидку. А чтобы написать приложение, ну, пускай ещё неделю. Язык называется Dart, а сам фреймворк называется Flutter. Вот это довольно сейчас набирающий популярность фреймворк. Он довольно шустрый и красивый. То, что я писал, это только благодаря Google. Вместе с заместителем декана Ольгой Александровной Василюк мы придумали план для разработки приложения, которое позволит, по крайней мере, в Бресте ориентироваться по организациям и людям, которые нуждаются в помощи. Лично мне пришлось связываться с людьми, которые представляют эти организации, с людьми, которые, в общем, нуждаются в помощи. То есть представителями детских домов, представителями разных реабилитационных центров и так далее. В том числе это была помощь животным, доброта в Бресте. На самом деле очень сильно радует то, что эти люди, которым я звонил, либо писал, активно проявляли поддержку, активно соглашались помочь, предоставляли информацию. И всё это происходило буквально за один день. В числе тех, кому может помочь приложение – территориальный центр социального обслуживания Московского района. Его воспитанники шьют мягкие игрушки, плетут пасхальные корзинки и другие изделия. Поэтому очень важно найти возможности их реализации. Сейчас в университете разработана новая программа по реализации тех изделий, которые изготавливают наши подопечные. Мы считаем, что это очень полезная программа для того, чтобы более активно реализовывать нашу продукцию. Но, естественно, за это получать деньги, которые будут идти в дальнейшем на приведение тех или иных материалов для изготовления этих же изделий. Скачивайте приложение «Помощь Брест». Рекомендуйте друзьям и знакомым. Ведь в нашем городе много неравнодушных и отзывчивых людей. А, как известно, общими усилиями реализовать задуманное гораздо проще.